Nissan Leaf очень часто останавливают на дорогах ГИБДДшники Одновременно УАЗик и Жигули Как тебе такое, Илон Маск? Друзья, всем привет! Сегодня будет такое коротенькое видео о необычном аспекте эксплуатации Nissan Leaf Может быть, вы знаете, что когда вы владеете каким-то определенным автомобилем То вас либо чаще, либо реже останавливают Например, если у вас черный BMW X5, то вы просто лакомый кусочек для ГИБДДшников Они постоянно норовят вас остановить и проверить Тем более, если у вас какая-нибудь пятерочка BMW, затонированная в хлам Чисто такой пацанческий вариант То вы просто не можете ни разу проехать мимо гаишника, чтобы вас не остановили Есть какие-то машины совершенно незаметные Где вообще не останавливают Например, там Land Cruiser 200 Они вообще, в принципе, как будто и не видят Такая вот машина большая проходит А они так просто отворачиваются в сторону Кстати, мой Ford Explorer примерно такое же На них впечатление Ну, хотя Тоже бывает останавливают, потому что машина уже не новая Но новый Ford Explorer они тоже останавливать не будут О чем же мы, ребята, говорим? Мы, ребята, говорим о Nissan Leaf Наверное, у тех, кто еще не купил Nissan Leaf, есть такой вопрос Будут ли останавливать? Часто ли останавливают? Да, друзья, это большая беда Nissan Leaf очень часто останавливают на дорогах ГИБДДшники Но Как они его останавливают? Сейчас я вам расскажу Они его останавливают, ребята Просто, чтобы посмотреть на него поближе Так сказать Вживую Заглянуть, может быть, к вам сюда Вот посмотреть на ваше Вот это вот табло И самое главное, ребята Ради того, чтобы Спросить у вас Сколько он проезжает на одной зарядке Первый вопрос, самый популярный И второй вопрос А как вы его заряжаете? Где, откуда подключаете? До проверки документов, как правило, речи вообще не заходит Как правило, речи вообще не доходит Есть смешной случай, который рассказал мне один друг Он, вообще, говорит Ездил без прав Ну, были такие обстоятельства Которые вообще никак не связаны с Nissan Leaf И однажды он поехал без прав И за ним погнались гаишники с мигалкой Представляете, что на душе у человека тут творилось Но Они даже не спросили у него документы Они спросили А что это? Электромобиль? А что точно? Движка нет никакого Бензинового Вообще, вообще, совсем-совсем Вот это, кстати, тоже очень частый вопрос Люди еще где-то что-то слышали про гибриды А полностью электромобиль, который заряжается от розетки Для них это вообще что-то невиданное Короче, вот так вот Душа ушла в пятки А потом все Все стало ок Вот Так что, не знаю Можете считать это недостатком Я считаю это преимуществом Вниманием, конечно, автомобиль не обделен Но внимание такое специфическое И доброе Доброе внимание Совсем не то, которое ждет вас Если вы едете в тонированной четырке Какой-нибудь там Еще с заниженными спиленными пружинами Поэтому вот такой видосик Всем Всех с наступившим Новым Годом Сегодня уже 2 января 2020 года 2020 Всем, кто, значит, еще не купил лифа Удачной покупки Ну, а тем, кто уже купил Удачной эксплуатации Всем пока И добавок, ребят Любителям русификации лифа Вот смотрите, как это все делается просто Скачиваете приложение Переводчик Затем берете Вот видите Здесь у нас иероглифы Делаем так И читаем Один раз прочитали Запомнили и забыли Как ненужную вещь Все, что на японском На приборке, ребят У Ниссана лифа Это все ненужные дополнительные опции Вот так вот Никакая русификация не нужна Субтитры сделал DimaTorzok